Всем привет! Мы решили объявить конкурс и разыграть три видеокамеры. Но, как ты понимаешь, не такие, а экшн-камеры. И как это сделать, ты узнаешь в сегодняшнем нашем выпуске. Валерий Рашкин сфоткался с кандидатом в президенты Павлом Грудининым. Судя по фото, выбирали новый костюмчик. Хотя бы я галстук сменил, все-таки КПРФ представляет на красный цвет. Надо людей не скучать, сейчас будет весело. Уничтожить Дом 2, посадить организаторов и актеров всех, всех посадить. Сегодня гость проекта «33 вопросов политики» председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Суцкий. Ни один язык за последнее столетие не исчезал так быстро с лица планеты, как сегодняшний русский язык. Нам с вами не совсем заметно внутри России, но это так. Двады люди, не скучайте, сейчас будет весело. Самый ценный совет, который вы получали? Разумно оценивать самого себя. Назовите черты человека, которому бы вы не протянули руки. Понятно. Я сплю мало, но желаю самому себе и вам спать сколько положено, приведу не обманешь. Вот вы говорите о том, что у вас очень мало времени. А есть ли хобби? Чем занимаетесь свободное время? Я стараюсь встречаться со многими интересными людьми, как правило, уже после официального рабочего времени. В результате, как правило, ухожу из Государственной Думы достаточно поздно. Что бы вы хотели, чтобы о вас сказали потомки? Я хотел бы, чтобы потомки сказали, что я на своем участке, в своей работе, в своей жизни постарался сделать все, что мог, может быть, даже немножко больше. Мы вас благодарим и, если можно, общую фотографию со всеми участниками. Скажем. Не работает. Меня слышно? Если слышно, то слушай. Хочешь выиграть эту экшн-камеру? Подпишись на наш канал, оставь комментарий и до 1 марта мы определим победителя. Удачи! Друзья, всем привет! А сегодня нашу рубрику в Инстаграм прокомментирует чемпионка России по плаванию и мастер спорта по плаванию и наш хороший друг Таня Субботина. Всем привет! Бодаренко Елена – прекрасная женщина, которая работает с такими легендами спорта. Как вы думаете, сколько олимпийских медалей на фото? А я знаю, 34 медали, представляете? Надеюсь, скоро и моя будет плюсом. Давай Валдуев. Вот молодец, поддерживает наших олимпийцев. Мне кажется, поддержка самая важная сейчас. Потому что я самая спортсменка и знаю, как поддержка важна. Гордость для наших олимпийцев безумная. Вот нижняя пуговка не затягивается. На этой неделе у нас прошло множество встреч и круглых столов, о которых мы спешим вам рассказать. Смотрите прямо сейчас. Безусловно, если мы говорим о семейных ценностях, которые разрушались годами, нужно понимать, что в один миг их не восстановишь. И когда мы выходили с предложением о тестировании, мы не преследовали цели разогнать кого-то в какие рамки. Безусловно, нет. Наши дети ходят в школу сегодня, и мы должны защищать их сегодня. Какая другая мера может мне, как родителю, сказать о том, с кем учится мой ребенок, например? Я не вижу другой меры, поэтому эта инициатива, она не была взята с потолка. Мы обсудили ее в регионах, и ребята всей страны ее поддержали. Вернуть идеологию в российскую школу. Не надо бояться. Кто не согласен, ничего страшного, у нас демократия. Я, как отец, пятерых детей. Я выбираю за всех своих пятерых детей. А чтобы они обсуждали дом 2, который надо уничтожить, это второй пункт. Уничтожить дом 2, посадить организаторов и актеров всех, всех посадить. И у нас никто не контролирует детей. Я предложил закон, где родителям предоставлено право пускать или не пускать ребенка в социальную сеть. Я не за то, чтобы запретить. Я за то, чтобы исполнить семейный кодекс Российской Федерации. Но это не точно. Итак, чтобы получить вторую экшн-камеру, тебе необходимо оставить комментарий с идеей лучшего закона, который необходим сегодня в России. Мы выберем самый интересный, и, возможно, именно ты получишь нашу экшн-камеру. Даля Поклонская. Такая всем известная личность уже. Не только красивая девушка, но еще и умная. Она книгу написала, которую, кстати, запретили на Украину. Странно, почему? Пожалуй, надо будет почитать эту книгу, очень даже интересно. Алена Аршинова подтверждает тренд этой недели. А пластиковые стаканчики были заменены на биоразлагаемые. Но Аршинова вообще молодец. Стаканчики рекламируют, еще и своим избирателям помогают. Ну, красавица, что сказать. Что сказать? Ну, что сказать? Валерий Рашкин сфоткался с кандидатом в президенты Павлом Грудининым. Судя по фото, выбирали новый костюмчик. Хотя и этот неплохо сидит. Хотя бы я галстук сменил, все-таки КПРФ представляет на красный цвет. Валерий Рашкин, а как-нибудь состыкуйтесь с Валуевым? Вот Валуев у нас растет и растет, а костюмы-то нужно менять. Если ты хочешь стать популярным в Ютьюбе и получить эту нашу третью экшн-камеру, тогда сними видео, на котором ты скажешь, какой закон нужен России. Выложи его в любую социальную сеть хэштегом МПРФ. Мы выберем лучшее. И не только ты получишь эту камеру, но еще и попадешь в наш видеоблог. Удачи! У Госдумы уже целый полки наград. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И не упустите свой шанс выиграть экшн-камеру.